девочки и мальчики всем привет ну давно мы с вами не виделись не без тебя не в кайф вся это beautiful life все равно без вас не могу поэтому немножко порассуждаем сначала так знаете поговорим мне тут вылайн как-то на стриме лоры юсей но все знаете лору естественно все мои кто смотрит меня все знают наташи у фалькона все знают лору юсей вот я не всегда с ней да не то что не всегда практически мало когда с ней согласно бывает у нее такие жизненные интересные стримы но я смотрю ее стримы именно мне знаете последнее время очень очень нравится именно как она какой у нее стол до меню то есть у нее настолько вкусные блюда как человек вот работающий в треке вот в этой вот ну ну сами понимаете то в таких вот условиях вот так вот вкусно готовит очень вкусно а потом тут дома у нее какой был обалденный стол там там было пюрешка но то что вот я люблю да там была пюрешка там была красная рыбка там там икра по ему красная была и в треке у нее тоже обалденно именно пп блюдо вообще замечательные вот эти вот я и я смотрю и мне я не люблю когда человек есть на камеру я не люблю мог банки но мне нравится ее меню и я ее вот из-за этого меню я разглядываю смотрю и вот себе что-то что-то для себя всегда быть подчеркнув да так сказать для себя вот вы девочки не обращайте внимание вот у меня заболела моя моя парикмахер и я постепенно превращаюсь в баллонку это вот у меня сам сами волосы вьются и вот ведь я постепенно начинаю превращаться в баллонку надеюсь она выздоровеет и меня на той недельки вроде бы мы договорились что я пойду подстригусь вам обязательно покажу свою стрижку девочки все вам обещаю вот еще одна посылочка должна прийти со своими шматьем и все таки обещаю вам показать свои покупочки что еще значит да и я что почему начала тему про лору я еще смотрю естественно андрей соленый соленых смотрю да вот я их обожаю вообще обожаю вот лора перестала показывать свою работу потому что судя по всему работа работа но не судя по всему мы все знаем что работа очень тяжелая для женщины я не знаю тем более чем ты старше становишься но вот еще они ну например алена еще совсем аленка еще совсем молодая да с андреем по сравнению при со мной который 55 лет вот сколько это продлится эта работа я не знаю но я уже вижу алена с андреем показывают именно реальную очень их интересно смотреть стало просто необыкновенно интересно они показывают реальную реальную жизнь трак драйвера в америке вот и я смотрю что алена все больше ворчит стало все больше ворчать ворчат то есть я так понимаю что конечно тоже уже под надоедает эта работа видно она тяжелая очень тяжелый вот видно вот вот настоящую видно вот настоящую работу вид настоящую жизнь америке очень интересно смотреть советую всем кто не подписан еще девчонки смотрите андрей соленых соленые да так называемые вот и их они показывают настоящую там ну конечно красота не неописуемая этих дорог этих штатов американских вот эта природа офигенная да разнообразная тоже очень разная природа вот и хорошие эти достаточно хорошие дороги естественно и вот как они едут она показывает вот эту красоту это конечно офигенно это завораживает аж а сама работа но тяжелейшая особенно для я считаю для женщин но это не женская работа это для меня сто процентов я так понимаю что что у хлоры что у андрея соленых их 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 вдохновляют гонорары да что хорошие гонорары да вот я была у лора на стриме она сказала ты смогла бы за полгода заработать две квартиры но конечно нет конечно нет я я и за всю жизнь особо потому что я не напрягаюсь понимаете мне напрягаться особо не надо вот у меня нет такой такой необходимости за полгода заработать на две квартиры это конечно надо пахать и пахать да если ты не миллионер и не дочка миллионера и так далее я не знаю как это надо пахать и можно ли это в россии где-то найти такой но наверное если вообще себя убить свое здоровье полностью но знаете а всех денег ты ведь не заработаешь здоровье она дороже понимаете вот эти вот блага которые так сказать вот ты зарабатываешь да хорошо зарабатываешь она потом тебя окнется я понимаю что ты не хочешь быть забором как бомж до без квартиры для всего но люди которые живут всю жизнь до например в своей стране им так умахиваться не надо чем отличается жизни мигранта до жизни все таки человека который живет своей стране им так упахиваться умахиваться не надо потому что с детства все таки есть какие-то остались там что-то от родителей остались какие-то и не обязательно там сказать пахать так чтобы квартира была знаете через полгода это 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 не нужно нам здесь вот поэтому конечно это понять трудно и понимаешь какая тяжелая жизнь мигранта и зачем она нужна я тоже не всегда понимаю понимаете вот этого одно дело ты в 90 когда тут все было раз вообще жизнь конечно была ужасная в 90 извините мы голодали мы в питере голодали вот так вот было даже понимаете вот живя в питере да а люди на периферии вообще не на хотя на периферии может быть и выжили там за счет своих огородов кстати на периферии может быть и легче жилось потому что там огороды у кого-то дома частные что-то посадили а у нас ничего и мы просто вот то не хочу вспоминать 90 и сейчас мы живем в другом веке у нас сейчас проблем тоже море а вот других например военные действия это конечно ужасно вот и конечно же понимаете но он может быть ради стабильности до в какую-то стабильную страну и люди уезжают ради стабильности я может быть согласна но сейчас стабильности не будет нигде нигде огроменная инфляция в соединенных штатах насколько мы знаем то какие-то банки что там это самая финансовая система тоже нестабильная что там вы даже мне по барабану что будет в америке дальше честно вот мне плевать там будет там они процветать не будут они процветать мне все равно мне лишь бы в россии было тихо спокойно и стабильно да пока что тихо тихо спокойствия естественно нет потому что мы воюющая сторона да но во всяком случае в нет потрясений сильных и это это радует нет высоких до поднялись естественно очень поднялись цены очень поднялась коммунальная коммуналка знаете коммуналка поднялась средним вообще-то на 2000 рублей так это не слабо да вот в общем то очень но вот это за счет отопления отопления довольно таки много денег много коммуналка забирает вот то есть так это ну хорошо так поднялась все вот но а что-то такого знаете сверхъестественно тут вот-вот-вот не сглазить бы в россии нет ну и дальше что следующая часть вот я хочу сказать что не хочу так убиваться не хочу так убиваться а вот потому что и так здоровье то она знаете вот тут уже не 55 лет я ощущаю все признаки наступающего наступающей но может быть не все признаки но уже звоночки что дело идет не к рассвету к сожалению а дело идет к закату и давление и какие-то более и какие-то и так далее там подобное все обследоваться однозначно надо медицина таблетки девочки которые действительно помогают они у дорогие дорогие да и когда мне говорят что зачем ты столько покупаешь вещей знаете я их даже не одеваю многие эти вещи честно вам скажу это тоже новая блузочка вот даже могу показать сейчас покажу я еще даже не отрезала не отрезала еще этот самый почему не отрезал просто решила дети еще и не постирал надо и постирать сначала конечно вот я просто пришла померила и ну и думаю вам заодно с вами поговорю вещей многое потому что я готовлюсь к старости вот серьезно вам говорю я готовлюсь к старости смогу ли я на свою пенсию покупать столько себе вещей нет однозначно нет вот смогу ли я поэтому мне на старости слава бога себе пенсии хватит на покушать и на таблетки понимаете на обследование на таблетки так далее дай бог дай бог чтобы хватало хотя бы на это вот я уж молчу про путешествие ну кстати насчет путешествий ну то есть я говорю про свою именно пенсию кого-то пенсия может быть знаете у нас у многих пенсии есть у людей пенсия ого-го не хватает на все с 80 лет еще прибавляют 5000 плюс 5080 если ты перед пережил до 80 лет плюс 5000 к пенсии прибавляют вот остальные метал остальных то пенсии понимаете очень скромные естественно вот и во всем мире они скромные не надо нам извините что пенсии шикарные там может быть и были там раньше шикарные пенсии а сейчас пенсии у всех скромные и также и у других и в европе и в америке извините меня я вот не хочу например жить в америке пахать до 67 лет драк драйвером понимаете не хочу это что-то из ряда вон выходящие вот поэтому вот не имея никаких в общем-то особых потому льготная пенсия вот у нас все-таки есть льготы я вам рассказываю про них если хотите посмотрите есть у меня видео про это то что там уже с 55 уже как предпенсионер что ты уже имеешь да вот но естественно вот поэтому я говорю что я готовлюсь к старости к старости нужно готовиться и старость это дар божий понимаете если вам дается старость значит вы заслужили это вот и еще заслужить на посмотрите сколько сейчас гибнут молодых людей не дожившись не то что до старости а до среднего даже до среднего вот такого возраста да поэтому надо спасибо говорить благодарить господа бога нашего иисуса христа вот за то что он дает нам такую возможность кстати по поводу поста девочки пост это прекрасно прекрасно я уже конечно уже начались это самое но говорят что во время поста выступал батюшка я слышал что во время поста вас очень будет смущать бесы и действительно понимаете очень много соблазнов тут было и 8 марта до какие-то праздники и что-то еще но но нужно держаться нужно понимать раз ты уже начал поститься ты должен поститься не должен отходить от своего сочи мяса ты и молочку есть и не должен вот я в этот раз пост позволяю себе очень редко позволяю себе рыбу вот ну конечно так сказать ну там рыбные палочки например да там ну вот так вот такой вот себе немножко позволяю вот потому что все таки я в миру говорят что если постишься в миру ты все-таки ну с такой строгости как бы но не мясо не молочку это табу и даже нет но уже вот сейчас да еще до три недели до пасхи три недели уже начинает немножко ломать по поводу мяса вот первые недели я совершенно спокойно с мясом нет и нет сейчас мне уже эта еда 1 однообразная понимаете она уже начинает под надоедать и хочется конечно уже немножко тут и о свининке как-то задумалась на думание не нет три недели выдержать еще можно ничего страшного а последняя неделя вообще страстная нужно жить нужно держаться так вот девочки опять-таки к чему я говорю что нужно готовиться к старости это сто процентов я покупаю эти вещи я покупаю это все понимая что мне это просто объять необъятно я вам покажу вот придет еще одна посылочка с вещами я вам покажу что я купила буквально после нового года за последние вот эти три месяца вот сколько я купила себе вещей девочки конечно же все мне это носить не переносить понимаете но в старости но к пенсии я все это буду носить одевать про откуда не знаю но я сейчас конечно надеваю пока я работаю это есть куда одевать пока куда-то выезжаем это есть куда одевать вот потом на конечно меньше нужно будет все всех вот этих вещей всего этого но они у меня будут понимаете они у меня будут я буду их носить а вот так что что носить в них не переносить вот ну и значит следующая часть моего марлезонского балета это ха 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 господи простите ахаха господи короче ну вы все знаете да про гагу вот и про это этот смешной суд но это смешно конечно он нас на смешил понимаете на смешил вот дальше что я хочу сказать что приезжал к нам председатель си китайский да многие несут такую чушь по поводу нашей это новая методичка чтобы нас вот я видела просто реакцию этих блинкиных и всех остальных из сусуа вот и и смотрела и я была просто мне просто было смешно они тряслись они явно тряслись они настолько перед сравшись по поводу нашего союза с китаем что это просто это просто смешно становится серьезной девочки ну да бойтесь бойтесь а что остается делать то вам вот потому что когда нам говорят вы теперь будете и у них новая методичка они все значит в одну углу вы теперь будете под китаем вы вассалы кит извините к вассалам не ездят гости к вассалам не ездят гости вассалов вызывают к себе так вот китай приехал к нам со всей делегации со всеми они целый год выжидали да они нас поддерживали так нейтральную держали больше сторону поддерживать целый эти понимаете китайцы не такие люди чтобы рваться вперед они подумали они мудрые все взвесили и целый год просто смотрели наблюдали в основном вот не вмешиваясь особо теперь они показали приехали всей делегации приехал сам председатель си приехала вся делегация их очень много там министр и так далее да ведь он сказал четко что он хочет чтобы владимир одиночек пошел на следующий наш президент пошел на следующий срок вот он надеется на это потому что я так понимаю что все эти договоренности в общем-то до 2030 года то есть нашему президенту они верят верят что если он подписал то он с этого пути не сойдет он будет выполнять свои обязательства вот для чего китаю нужна россия для чего россии нужен китай вы знаете что это стратегические партнеры мы стратегические партнеры почему мы не вассалы мы на равных это равные партнеры объясняю китай получает топлива в основном до баржами в море морем идет к нему там нефть там что-то еще сжиженный газ и так далее то есть они получают баржами а вот нефть и и газ необходимы для производства это необходимо любой стране никакой кизяк и этот самый и чудо и навоз понимаете вам не заменит газа не заменит вам нефти пока что не так вот кизяк и и всякая там гавнишка вот не 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 заменяет и это очень долго пока еще будет никакой там световые там какие-то солнечные батарейки вам не заменит на производстве газ и нефть понимаете не заменит так вот идет все по по морю в морская держава огроменная и наверное сейчас самое главное это сусуа америка грубо говоря мягко выражаясь америка если америка захочет сделать характере китая она перережет ей вот эти все морские пути доставки газа и поэтому россия это цена выживаем выживаемости китая китай понял за этот год что сша сусуа не откажется от них от того чтобы поставить китай на место не откажется от этого и все нагнетается и нагнетается обстановка так вот если не будет вот этих стратегических поставок от нас нефти и газа от россии стабильных то китаю не выжить вот и все это просто взаимная выживаемость нам точно также необходим китай но нам китай больше необходим они рванули именно в космосе вот но те технологии которые есть у нас космические у нас может быть не хватает этих производств от этого всего что есть китаем вот но у нас все равно наши стратегические технологии именно в сфере космоса и военной промышленности они они намного превышают китай и даже сша хотя сша конечно это научная еще научная держава безусловно технологии с сша идут это тоже очень имеет большое значение для всего мира потому что действительно научная потенциал сша огромен вот поэтому если так все это сложить нам необходима китайская поддержка везде и в оон да и в каких и им тоже и в оон и в каких-то других международных этих политических в африке да теперь и африка под китаем и в африке нам нужны тоже их вот и нам конечно необходимо именно космическая отрасль китая вот это вот их вы их как сказать они конечно мне дадут эти технологии да и мы не дадим скорее всего этих канал но есть помощь если что нужна нам помощью в космических мало ли что будет дальше потому что все готовятся к каком-то ужасным конечно событиям я не знаю это события все углубляется и ухудшается ничего ничего хорошего не происходит понимаете никак к миру движение не идет оно идет только к к эскалации конфликтов вот это самое страшное понимаете уже тут речь идет не россии украине да уже речь идет о мировых каких-то страшных войн понимаете вот поэтому тут все очень-очень напряженно далее вот для чего почему мы не вассалы а мы идем на равных кстати у меня новый маникюр посмотреть учуя от чего я сделала так это маникюр так ну что дальше значит и еще хочу уже лично про себя знаете вот есть подписчики и девушки с которыми девушки так и моего возраста да наверное можете постарше вот девушки с которыми я общалась очень хорошо на короткой ноге у нас и с ними есть ну то есть я даже давала свой ватсап вот мы общались и очень хорошо но смотрите вот такая ситуация значит есть вы сами знаете что есть говноканалы и говностримы вот на которых значит обсирается россия обсираются все русские и так далее и тому подобное вот и вот я эту девушку случайно не сказали и не сказали что вот эта девушка посещает вот этот говнострим эти говно каналы причем общается с авторами этих каналов очень на хорошо на хана короткой ноги и так далее знаете это ли личное дело каждого если вы если вам наплевать что вашу страну ваших людей ваш народ и соседнюю страну обсирают по полной программе ненавидят и так далее это ваше личное дело и вы обтекаете значит и при этом прекрасно общаетесь этим с этими авторами этих каналов это ваше личное дело у меня это вообще не волнует и потом приходим приходите на маяка на мой канал и общаетесь и пишите комментарии я совершенно спокойно к этому отношусь но но есть одно но на короткой ноге со мной быть после того как на этих стримах обсирают меня лично на короткой ноге с вами быть вы еще пытаетесь какие-то дружеские ска со мной эти самые вас вполне вас не смущает что меня там обсирают что абсолютно это негатив идет в мою сторону да и вы пытаетесь еще после этого быть на короткой ноге со мной на дружеской этого не будет девочки этого не будет или пан или пропал то есть я категорично в этом плане однозначно я отрубаю все дружеские отношения пожалуйста еще раз говорю ваше личное дело ходить на эти каналы смотрите эти давностримы это ваше личное дело если вас это не смущает что вас там обзывают вашу нацию обзывают просто вот обсираются ног до головы понимаете и вас это не смущает это ваше личное дело я еще раз говорю можете приходить на мои каналы писать комментарии смотреть я буду прекрасно дружески с вами к вам относиться это потому что это личное дело каждого да это порог терпимости у каждого свой но когда вы их пытаетесь после этого что на этих говно стримах обсирают меня лично и вы пытаетесь после этого со мной каким-то образом дружить девочки вот именно на короткой ноге не не через канал не через мои видео это меня не волнует а вот именно на короткой ноге именно со мной какие-то устанавливать личные отношения этого не будет этого не будет даже не рассчитывайте не найдитесь дальше что касается санкт-петербурга ну что я уже сказала сказала я что коммуналка у нас поднялась почти на 2000 вот это именно из-за тепла тепло очень поднялось то есть у нас нового года очень сильно поднялись коммунальные платежи что касается цен девочки они поднялись но они не критические цен и на все нету как-то вот что-то я вот не вижу чтобы но это это не критически у нас всегда поднимались цены то есть нет ничего такого в общем то в питере все спокойно несмотря на то что нас тут пытались как-то на нас учения проводить о том что значит по нас по нам долбануть ядреным ядреным оружием вот то есть учение там летал этот бордировщик или как они там называются около питера наводил тут тень наплетел но у нас никаких сигналов там соус ничего у нас не было мы спокойно были на работе никаких там только в аэропорту было было конечно какая-то какая-то была шумиха там вроде бы закрыли аэропорт что такое но что-то касается питера мы все спокойно пережили через два часа нам сказать что это учение хотят кашли ну как бы учение как бы да вот но учение конкретные то есть на конкретные вызовы вот так что нас хотят тут это долбануть тренируется на нас не боимся бог он с русскими вот ну уже будем надеяться только на боженьку потому что надеяться нам особо не на что ой господи вот господи спаси нас и сохрани господи спаси нас их и сохрани не хочу никакой эскалации не хочу но все говорят что жить мы по старому уже не будем девочки в этом году скорее всего мы никуда не поедем отдыхать потому что в турции там одно там землетрясение но но конечно они говорят что там где были курорты там вообще ничего не было там люди отдыхали и даже не почувствовали никакого но все таки все везде сейчас страшно куда-то ехать куда-то летать куда-то вот и вообще сейчас и ходят какие-то ночью не знаю девчонки скорее всего девочки мачки никуда мы не поедем будем и сидеть дома вот на своей территории ну а что остается вот но отдыхать конечно надо но не знаю не знаю очень сильно сомневаюсь что конечно бы и на море хотелось бы съездить но очень сильно сомневаюсь что у нас в этом году что-то получится ну а так всем мира добра счастья любви в общем-то дружбы между народами вот хорошего отношения друг другу и и чтоб сдохли наши враги аминь господи спаси и сохрани пока пока